Здравствуйте, уважаемые зрители канала Процветок. С вами Анастасия Гулис. И сегодняшний наш разговор о том, что сорняки не всегда бывают вредными. И если они уж поселились в нашем саду, то надо использовать их с максимальной отдачей. Почему я решила затронуть эту тему? Несколько лет назад я путешествовала по Армении. И меня очень впечатлило то, что люди, выращивающие в своем климате огромное количество различных овощей, имеющие доступ к различным фруктам, зелени, очень широко используют в пищу различные виды декорастущих растений, так называемых сорняков в нашем понимании. И это дело настолько прочно сидит в их культуре, что существуют прям целые такие поездки на природу для заготовки вот этих сорняков, с тем, чтобы заготовить их на зиму. Мы, имея гораздо более ограниченные возможности, не используем даже половины этих возможностей для себя. Наверняка многие из вас сталкивались с таким сорным растением, как крапива. И наверняка многие знают, что из него готовят щи ранней весной. Но, на мой взгляд, есть растение, которое распространено порой даже чаще, чем крапива на наших участках, и избавиться от него гораздо сложнее. Это сныть. А на вкус, вот, я вам точно скажу, попробуйте один раз, и я думаю, что многие ведут в свой рацион это растение и будут использовать ее каждую весну, потому что действительно это очень вкусное растение. Используются молодые отрастающие листочки, сныть хороша в вареном виде, прекрасные супы получаются. У нее приятный морковный такой аромат. И когда ее варишь, она не получается такого гадкого бурого цвета, как щавель. Она имеет более приятную такую зеленую окраску и приятный запах, приятный вкус. Поэтому весенний суп со снытью – это мое фирменное блюдо, можно сказать. Есть еще очень такой распространенный сорняк, который мы редко встречаем с радостью на своем участке, поскольку он появляется совершенно неожиданно. Даже если у нас все подержится в идеальном порядке, то во второй половине лета мы всегда видим, что появились одуванчики. Одуванчики появились. И весной нам не избежать цветения этих желтых цветочков. Ну, раз уж они будут цвести, надо использовать их по максимуму. Между прочим, во Франции одуванчики выращиваются, имеются даже сорта одуванчиков, которые выведены именно для использования как салатная зелень. Листья одуванчиков можно использовать зелеными, то есть отрастает ранней весной розетка листьев, и до момента цветения вот эти молодые листочки их срывают, вымачивают в подсоленной воде и используют как салат. При вымачивании в подсоленной воде где-то на литр воды берется столовая ложка соли, и в течение часа листочки вымачиваются, они становятся менее горькими. Но есть способ избежать, в принципе, появления горечи изначально. Если вы видите, что у вас отрастают листья одуванчика где-то, вот есть такое массовое скопление, просто берете ведро, ящик, коробку какую-то. Главное, чтобы в эту емкость не проникал солнечный свет. И накрываете вот эти появившиеся ростки, где-то на неделю-полторы спустя какое-то время снимаете, и видите, что листочки, которые отросли, они не ярко-зеленые такие, а такие желтоватенькие. Вот эти листья будут очень вкусные. Поверьте, они будут иногда даже и вкуснее получаются, чем салат ромен, который мы покупаем за бешеные деньги. И по вкусу и по пользе они очень достойные. Тем более одуванчик вообще широко известное лекарственное растение. Наиболее распространенный у нас одуванчик, он так и называется, одуванчик лекарственный. Поэтому это, несомненно, повод включить его в свое питание. Одним сорняком является амарант. Амарант запрокинутый или ширится. Он широко распространен на Украине. Он встречается на юге Белоруссии, в степной зоне России. Это растение сложно вывести со своего участка. Дает огромное количество семян. И семена эти зимуют в почве многие-многие годы, не прорастая. И при переворачивании почвы способны появляться всходы даже спустя 10-15 лет после того, как семена эти попали в землю. Ну, раз уж это растение у нас появляется, надо его использовать. Вообще, индейцы Южной Америки ко всем видам амаранта относились с трепетом и благоговением. Действительно, листья амаранта богаты белком. Даже если вы не будете кушать их сами, предложите их вашей домашней живности. Птицы, кролики с удовольствием едят их. И эти листья, они богаты белком, богаты витаминами. Их можно использовать и в свежем виде. Можно использовать для приготовления салатов каких-то, просто как салатную зелень. Можно использовать для супов. И еще один метод заготовки, который применяли как раз в Америке, это высушивание листьев. В зимнее время эти листья измельчаются в муку, добавляются в хлеб, лепешки. Получается очень интересный, вкусный хлеб с таким зеленоватым оттенком. В принципе, ничуть не хуже, чем шпинатные лепешки. И по вкусу это растение тоже очень достойное. А также у амаранта используются в пищу семена. Но собрать вот эти семена, честно, наверное, надо быть индейцем, чтобы у вас это получилось. Потому что семена очень мелкие, легко осыпаются. Но вообще по питательной ценности эти семена очень высоко ценятся. В них большое количество масел и белка. И в принципе не зря семена амаранта в южных странах их выращивают промышленно. И заготавливают, в принципе, для получения различных видов крупы, муки и получения амарантового масла. Очень ценного и полезного. Ну а еще один сорняк, который не все рады видеть у себя на участке. Но я когда поняла, что это очень вкусное растение, теперь даже я иногда его сама у себя сею. Это портулак огородный. Растет он довольно часто на легких песчаных почвах. Это стеллющиеся растения с сочными такими мясистыми листочками. Это растение, на мой взгляд, просто вообще идеальное для салатов овощных. Имеет такой интересный, немножко как содовый вкус листочек. И хорошо сочетается с различными помидорами, огурцами, с брынзой сочетается. Вот эти листочки просто прекрасны. Кроме того, они очень хорошо помогают поднять гемоглобин. Если у вас есть проблемы с этим, то выращивайте портулак, если он у вас не растет сам по себе. А если он у вас посеялся на участке, вы не знаете, что с ним делать, срывайте молодые ветки, срывайте и кушайте, и будет вам счастье. Еще один сорняк, который просто, кажется, для многих он просто самым страшным и неприятным сорняком, который может появиться на участке. Это галензога мелкоцветковая. Название, может быть, научное не всем знакомо. Тогда я вам скажу, кто это такой. Это американка. Американка, так называемая, сорняк, который массово появляется после того, как убран урожай картофеля на участке. Прошли дожди в конце лета, и он просто заполняет наш участок. Когда я прочитала про пищевые свойства вот этого сорняка, я была несколько удивлена. И да, когда я попробовала, оказалось, что это действительно очень интересное и вкусное растение. Используются молодые листочки до того момента, как галензога зацветает. Это растение пришло к нам с Южной Америки точно так же, как к нам пришел и картофель. Поэтому, в принципе, пара картошка и галензога – это просто классика. И в Южной Америке, конкретно в Мексике, галензога является просто национальной травой, которая используется в приготовлении национального блюда. Есть у них такой суп, называется ахиака. Это суп, куриный суп, острый, заправленный картошкой различных цветов. Там используется в обязательном порядке, там используется картофель с белой мякотью, картофель с красной кожурой и сушеный картофель с желтой мякотью. Одно требование вот этих трех видов картофеля – это уже интересно. Кроме того, в суп добавляются початки молодые кукурузы, так называемая бэббикорн, и добавляется острый стручковый перец. В конце приготовления в суп бросается пучок накрошенных листьев галензоги, ну и заправляется это все соусом гуакамоли, который делается из авокадо с чесноком и различными приправами. Ну, скажем так, такой суп по классическому рецепту я сварила один раз. Ну, суп вкусный, ничего не скажу, но, конечно, искать три вида картофеля и початки молодой кукурузы не всегда получается так, как надо. Поэтому я остановилась на упрощенном варианте. Я не кладу столько красного перца, сколько идет по оригинальному рецепту. Но у меня используется разваристая желтая картошка, обычная сахарная кукуруза в зернах, не в молодых початках, ну и курица и галензога. Прекрасный суп, рекомендую. Заправлять можно не обязательно гуакамоли, можно использовать сметану, если вам нравится, или майонез, любой соус, который вам по вкусу. Ну, это американский сорняк. А вернемся все-таки к нашим родным исконным сорнякам. Здесь тот самый случай, который воспет в старинных песнях, поговорках. Это лебеда. Лебеда, под этим видом мы знаем несколько видов растений, причем даже не все из них относятся к роду лебеда, по латыни отриплекс, а некоторые из них относятся к роду марь. Вот эти виды, они имеют схожий облик, но среди них есть как ядовитые, так и съедобные растения, которые помогали людям выживать в безхлебные годы, составляли основу питания крестьян в летние месяцы, заготавливались массово, помогли пережить людям тяжелые военные годы. Наиболее часто используется лебеда садовая. Но чтобы не запутаться, вот это есть лебеда садовая с пурпурными листьями, она тоже хорошо ведет в пищу. Используется молодая зелень. И марь белая, она наиболее распространена у нас на участках, все мы ее видели неоднократно. Вот это растение чаще всего у нас в Беларуси называют лебедой. Ее молодые листья также очень приятны на вкус, их можно использовать как в сыром виде, добавлять их в выпечку, можно добавлять их в супы. Это хорошее, полезное растение. Ну и пройдясь по вершкам, надо заключение добавить что-то из корешков. Действительно есть сорняки, сорные растения, в которых используются традиционные не листья, а используются корневища. Для меня в свое время было открытием то, что японцы выращивают в качестве культурного растения, причем это у них традиционная овощная культура, самый обычный лопух большой. То есть это вот тот самый лопух, репей, собачки, которые просто являются развлечением детей, страданием для собак, и в принципе достаточно досадным сорняком, если он появляется у нас на участке. А японцы его выращивают, и называется он в японской культуре гоба. В России даже появились сорта этого лопуха, которые выращиваются именно как культурное растение. Выращивается вообще сам по себе лопух, это двулетнее растение. В первый год он образует розетку листьев, прорастает, образует розетку листьев и толстое подземное корневище, напоминающее по форме морковь. На второй год образуется цветонос, растение цветет, дает плоды, ну и в ряде случаев прекращает свое существование. Но чаще всего растение не погибает, у него образуются боковые побеги, и на следующий год наш куст лопуха становится еще мощнее, жирнее и прекраснее. Ну, чтобы этого не происходило, попробуйте как-нибудь выкопать осенью корневища именно однолетних лопухов и приготовить их. Ну, скажем так, интересный вкус, но, наверное, все-таки один раз попробовать. Напоминает чем-то, если кто-то выращивал, скорцанеру или овсяный корень. Немножко такой крахмалистый вкус, слегка горчит. Используют лопух в отваренном виде, используют для приготовления таких сушеных пластинок, типа чипсов. А в отваренном виде его приправляют уксусом, маслом и едят. Конечно, если бы не было картошки, ели бы лопух. Но картошка, на мой взгляд, вкуснее. Я надеюсь, что мои наблюдения будут вам полезны. И буду рада ответить на все возникшие вопросы в комментариях. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. С вами была Анастасия Голес. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok